Мы здесь в прямой видимости КДП находимся, в прямой видимости полосы, пилотов, то есть вот здесь, ну, категорически быть нельзя, если сюда несет посадка без всяких предупреждений. На 3600 уже идет воздушная трасса, диспетчера будут разводить нас с ними, но, тем не менее, могут они развести. То есть нужно понимать, что полторы тысячи метров выше лазить не надо, а полторы тысячи метров, это 100 метров на пешта. То есть, в принципе, если будет видно, то так. Все, значит, кто летал, знают район Железноводска, но мы, как-то так, уже здесь особо не летаем, но, тем не менее, у нас будет старт в районе Железноводска, на Копсомольское поляне Виноземцево. Значит, номер ее написан у вас, вот с этой стороны, это номер телефона, и на самой симке написан номер телефона, если вы вдруг там что-то потеряете. В общем, примерно у вас сейчас у каждого 140 рублей на этой карточке, на каждой полюте. Как я говорю, хорошо, это моя цурка? Хреново ты говоришь. Да, сотово, сотово. Это мой мяш, мяш, правильно, мяш? А где? О, на дистанке. О, на дистанке. Нет, не круто. Круто, круто. Чего? Потому что везде удочки с флажками, а вот здесь именно, все по понятиям. Три раза свистнули, и все собираются. Ну, а если уж красный, то ложит уж и свет. И черных свистков все тоже отсекают. Ну, черные свистки тоже, все все понимают. Как определить свисток по всему? Артур, я тоже. Это что же говорит? Человек первый раз приехал к нам. И че? А че так слабо? Вот это три зеленых свистка, еще с розовым оттенком для него. Следующие три будут уже с красным оттенком для него. Тебе свистят. Не вышелся. Сюда ровно ехал. Не вышел. 18.00. 18.00. Значит, первый шар взлетает не наш. Вот как он взлетел, значит, дальше разрешение на взлет пошло. Значит, раньше него никто не взлетает. Шарик запускаю. О, да. Хуй балды полетел. Ну, как и че? Чик назад! Он взлетит. Не, не, сейчас назовернем. Интересно, он опустится? Да. Где-нибудь, когда-нибудь точно опустится. А где? Он лопнет, и все, и шлепнется. Да. Слушай, а вот не факт. Нинаша, Светлана Юрьевич, директор. Светлана. Светлана, наверное, еще раз. Сейчас я за вас попросил. Сами поймали. Светлана, я не знаю, что я за вас. Я за вас не знаю, что я за вас не знаю, что я за вас не знаю, что я за вас не знаю. Блажарин. У нас будет видно вашу качку. Светлана Юрьевич, кто собрался, зачем собрался, сколько команд, экипажей, где будете летать? О, еще один. Сегодня проходит, начинается 14-й на дороге по стиле Космолу, Катарский Минеральной воде, Жемчужина России. Спасибо. Светлана Юрьевич, знаете, сколько у меня за вас не знаю, сколько у меня за вас не знаю. Проводится Кубок Юга России по воздухоплаванию. И у нас есть 10 экипажей. Это Наши Будоводск, Ставрополь, Краснодар, Ростов, Кисляр, Москва, Новый Крудный, Нижний Новгород, Новосибирск. Вот примерно вот такая география наших пилотов. Бороться будут традиционно у нас главный приз это золотой перстиной бриллиантам. Ролокоплавательная статуска Кутигорска 2012. Переходящий кубок Югкар. Мы хотели, соответственно, награды. А включая на деньги на полеты? Это вот в части спортивной части. Полеты будут проходить с сегодняшнего вечера по 7 сентября. 7 сентября, в 19 часов ночное освещение аэростатов в Пятигорске, в парке Кирово, на озере. А летать где будет, например? Летать мы будем ежедневно, вечером, полеты в Пятигорске или вот с Поляны Песем, или с Поляны на Ромашке, или с высшего Пятигорского аэродрома, три точки старта. По утру мы будем летать по Ковремодам, это Кисловодск, Исентуки, Лермонтов, Железноводск. Насколько престижен считается именно это? Секундочку. Спортсменов есть все-таки? Какой уровень? Престижен, непрестижен здесь понятия на самом деле не существует. Есть в России два мероприятия, это Чемпионат России и Кубок России. Все остальное идут спортивные фестивали. Пилоты, которые едут к нам на фестиваль, они в первую очередь получают довольно серьезную подготовку полежа в горах. Потом они ее применяют в Астрии, во Франции, когда уже были первые соревнования. И наши победители попадают в рейтинг, если они выходят с хорошими результатами, они повышаются в мировом рейтинге по сравнению к плаванию. Помимо того, что вы будете летать, раз уж так получилось, что совпадает с ним город Пятигорск, что-то зрелищное, что-то какой-то сюрприз вы подготовили для жителей? Ну, я думаю, что самый большой сюрприз, это на закрытии, когда все шары будут выставлены, подняты в вечернее время. Мы их поставим, и они будут висеть на Пятигорском озере. Будет очень красивое зрелище. Я думаю, что на это стоит посмотреть, потому что традиционно теперь оно будет в Пятигорске раз в год, а на самом деле, у нас сейчас до сих пор вообще, от шоу таких представлений, ну, по миру, вот, в тёпку, значит, что, вот, на улочий вечер, то есть, и горчане гости будут в пятигорске, где он тоже наблюдает. А особенность у полётов на КМВ вообще-то есть? Сырническая активность. Особенность у полётов на КМВ – это наличие гор, это самая большая особенность. То есть, здесь, на самом деле, непредсказуемая роза ведро, которую очень сложно просчитать, и пилот, который выполняет полётов, в любой момент, будучи чемпионом, да, может оказаться внизу таблицы. Вот это та, что я не знаю, вот, сам замёс, Обратил внимание, что мы там, какой-то, 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 какой-то... Таких, кто-то, какой-то, 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 какой-то... Хорошо, всё. Почему сейчас вот ничего? Я прозвожу на главному судьбу. Из стороны стороны не шагаем, смотрим на меня. Чётко – имя, фамилию и должность, как правильно протитровать. Александр Александрович, директор Генерального директора, который делает, собственно говоря, рассматривающиеся партнерами, а здесь уже партнерный директор, наверное, главный судья. Александр, нас как дилетантов можете немножко погонять, что за дисциплины и каким образом гоняются наши пилоты, экипажи? Да, термин «гоняется» действительно здесь такой применяется, хотя он действительно условно, без каких-то азартных гонок внешнего не увидят. Но основная цель «гоняется» это привести шар в заданную или в заданную точку спортивного директора, то есть в мод. Отмечать они это будут или сбросом маркера, такая лентичка на конце катуры, или маленький грузик, чтобы при сбросе не кого-либо не падали, не случайно. И насколько точно они сбросят этот маркер к цели, с этим будет определяться результат. Кроме вот такого физического сброса маркера, вот здесь впервые в России, а может даже и в мире, будет применяться условный сброс маркера, который полет всех пилотов будет в онлайне передаваться на сервис. Вот, я их буду видеть именно в процессе полета все время, и в шарме. И отдельные сбросы маркера они будут делать электронно, после того, чтобы нажать на это электронное устройство, которое называется «эктрейс». А цели они заранее знают? Да, значит, все цели они должны знать заранее. Ну, может быть, там есть отдельные упражнения, когда пилот сам декларирует цель, но он должен за определенное время сообщить ее мне. Ну, а в основном цели будут устанавливаться. И какие они? Уже известно, где они придется спросить? Где их можно ожидать? Да, есть официальные карты соревнований, на которых отмечены уже те цели, которые я буду выбирать перед каждым полетом. То есть, пилоты, в общем-то, набор этих целей знают, но какая конкретная цель конкретного полета, они узнают только в предполетном брифле. Перед каждым полетом, значит, мы собираемся, значит, я оговариваю условия данного полета по соревнованиям, после чего они начинают выходить. Я к чему спрашиваю, может быть, наши жители Ковну заходят посмотреть в небо, именно в каких-то местах, где они смогут полетить? Вы знаете, это больше, наверное, вопрос не ко мне, потому что это вот больше организаторы должны будут определять, где я должен выбирать, какие у меня цели, чтобы можно было пройти над городом. Но все цели, которые сейчас есть, они все находятся или над городом, или так, чтобы полет проходил над городом. Заранее я, к сожалению, траекторию полета сейчас я вам сказать не могу. То есть, получается, выиграет тот, кто больше всего и точнее сбросит этих целей, правильно, Маркер? Кто-то только точнее сбросит. Есть цели, надо ближе к этой цели сбросить Маркер. Вот в автомобилях есть лошадиные силы, мощность от которых зависит. Вот здесь, аэростатов, какие-то есть технические характеристики, за счет которых они могут быстрее, лучше, точнее, или все-таки это профессионализм самих пилотов? Ну, у нас сейчас проходит не чистое соревнование, у нас статус этих мероприятий, спортивные фиесты. То есть, когда демонстрационные полеты, они совмещены со спортом. Спорт, он здесь немножко урежный, сокращенный. Основным параметром воздушного шара является объем оболочки. Значит, да, действительно, если для чистых спортивных мероприятий он является критичным. То есть, скажем, на чемпионатах Европы, мира в основном используются шары с объемом оболочки от 1800 до 2000 метров. Вот такой является оптимальным. Большего размера шары, они несколько хуже в спорте и маленькие тоже. Но здесь мы никаких ограничений на объем оболочки не накладываем. А сколько груза мы можем поднять? Ну, наиболее распространенный объем оболочки, который здесь вы увидите, это 2500 кубометров. Значит, она, вот эта оболочка, ну, точнее, уже корзина, которая в ней вносит, она может вместить четыре, максимум пять пассажиров. Пять человек, то есть вместе с пилотом всего пять, четыре пассажиров. То есть, если ему придется вверх более высоко подняться, придется крониться с пассажиром? Ну, никто никого не выкидывает, если говорить уже как бы вот об этом, то отдохоплавательный спорте является самым безопасным в традиционном спорте. Здесь связано это и с тем, что слишком большой вот этот объем ткани, размер ткани, который просто не позволит взлететь в плохих погодных условиях. Тысячи квадратных метров, это, в общем-то, если погода внизу плохая, то с трудом можно так времени продолжать. Ну, и тем, что, в общем, в скорости у нас это скорость и ветер. Ничего никого выкидывает не будет. А соревнования, они сами здесь получаются как вот именно статус такой? Статусные они или просто как тренировка больше? Нет, нет. Для пилотов это больше тренировка. Вот, но, тем не менее, вот здесь эти соревнования, они все-таки являются престижными уже. И сейчас организаторы престиж поднимают. Эти годы у нас принимают сейчас официально впервые. Для пилотов очень хорошие условия сейчас здесь, и проживание, и питание сделано. Вот, и, к сожалению, из-за того, что перенесли на месяц раньше, то есть все до этого, до этого, все 13 мероприятий, которые были, они были на месяц позже. И многие пилоты не смотрят, просто спланировали как быстро свое время. И поэтому сейчас здесь 8 аэростатов будут соревноваться. Вот, поэтому, если город будет поддерживать, то, конечно, пилоты, как правило, организаторы будут где-то стремиться по 15. Ну, учитывая специфику погоды, по-моему, лучше, что на месяц перенесли раньше, потому что в прошлые годы, по-моему, постоянно...